Сибирский международный марафон В рамках главного бегового события региона «Транспортный партнер мероприятия» группа компаний «Деловые линии» предложит Амичам бесплатно отправить небольшие грузы по всей России. 3 августа компания установит рядом с главной сценой на Соборной площади специальный пункт приема посылок. В акцию входит упаковка посылки в картонную коробку, ее доставка от мобильного офиса до получателя, подъем на этаж и передача прямо в руки адресату. Причем отправить посылку в любой из 180 городов России смогут не только участники забегов на какой-либо из четырех дистанций, но и гости марафона. Будь то подарок родственникам или друзьям ко дню рождения, или пакет рабочих документов, игрушки или небольшие запчасти для машины, можно отправить почти все. Главное соблюсти несколько простых условий. Важно знать, что у малогабаритной посылки есть свои ограничения по параметрам. В одном из трех измерений по длине, ширине или высоте она не должна превышать 54 сантиметров, в двух других не более 39 сантиметров. Кроме того, есть свои ограничения и по весу, не более 10 килограммов, либо не более 1 десятой метра кубического. И не забудьте свой паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Только при наличии такового ваша посылка отправится получателю. Кстати, сами работники деловых линий также активно тренируются. И не только для того, чтобы принять и отправить ваши посылки. Команда «Стайра» в черно-желтой форме выйдет на старт, чтобы преодолеть дистанцию и отпраздновать юбилейный марафон. Маршрут «Дистанция марафона» – один из главных вопросов, который интересует участников забега. Уже не раз за 30 лет организаторы «Сима» решались на кардинальные изменения. Вот и в этом году трасса «Сибирского международного марафона» вновь изменена, причем очень существенно. Чем же вызвана необходимость нового маршрута? Меняется жизнь, меняется инфраструктура города, меняются подходы в организацию марафона. Многие вопросы, которые раньше, может быть, не столь явно выходили на первый план, сейчас становятся более важными. Это качество проведения бегового события, это вопросы безопасности, вопросы обеспечения общественного порядка и так далее, и так далее. То есть вот жизнь сама диктует те условия, в которых мы проводим это событие в нашем городе. И город тоже не стоит на месте. Поэтому мы с вами видим, мы знаем, насколько преобразился город за последние несколько лет. Реконструированная улица Ленина, площади наши, обновленные дороги, продолжающийся процесс ремонта, реконструкции, улиц города, здания, которые находятся на нем, развитие новых микрорайонов. Посмотрите, выросли огромные кварталы, которых раньше не было. Это и район судоремонтного завода, это улица, прилегающая к району судоремонтного завода. Мы не можем не учитывать эти особенности города. И поэтому при планировании новой трассы марафона, в первую очередь стоит задача сделать ее интересной, привлекательной, комфортной для участников, для бегунов и для горожан. Минимизировать те проблемы, которые возникают в городе с проведением марафона. Мы не хотим, чтобы полностью парализовывалась жизнь в нашем мегаполисе. Тем более, что это и день проведения мероприятий, посвященных Дню города Омска, это праздничные мероприятия. Поэтому много факторов, которые влияют на такую конфигурацию. Я могу сказать, что это не абсолютно новая трасса. Несколько лет назад, естественно, в этой части трасса марафона проходила. Но после того, как стал на ремонт юбилейный мост, после того, как проходила достаточно длительная реконструкция улицы Ленина, мы, естественно, вынуждены были от этой части трассы отказаться. Теперь мы можем вернуться на нее, теперь мы можем показать всю красоту исторической части нашего города. Теперь мы можем дать возможность любителям бега пробежать по обновленным улицам, получить удовольствие от достопримечательниц городских. Вот эти факторы все повлияли на выбор новой трассы. Трасса пройдет в два круга, то есть один круг длиной 21 километр, 100 метров. Вот эта трасса полумарафона. Те, кто побежит полумарафон, преодолеют один круг, но марафонцы, классики, пробегут два круга по этой дистанции. Главная особенность трассы 30-го сибирского марафона и главное же ее отличие от всех предшественниц состоит в том, что стаеры побегут не по правой, как это принято в странах с правосторонним движением, а по левой стороне дороги, как это может отразиться на бегунах. Никак это на технике и на ощущениях бегунов не скажется. Это больше относится уже к особенностям трассы. Но исходя из проложенной трассы, которую используются с поворотами и круг 21 километр в два круга, этот вариант является наиболее оптимальным. До старта 30-го сибирского марафона остались считанные дни. Насколько трасса уже сейчас готова? Что еще может быть предстоит сделать в оставшееся время? Ну, некоторые СМИ посчитали, что авральное состояние трассы, в связи с тем участком, который находится у Миллениума, но если сейчас они уже приедут и посмотрят, то благодаря деятельности мэрии города и Департамента дорожного благоустройства там уже участок подготовлен. Уложено новое полотно. Вчера вечером сам полдесятого был там, инспектировал. То есть все нормально, молодцы. Ну, осталось, конечно, убрать мусор, но это дело техники, как говорится. И сегодня мы были на участке стадиона «Авангард», где в этом году участникам предстоит пробегать по самому стадиону. Это практика во многих марафонах и международных она имеется, где даже старт и финиш на стадионе, и стартовые городки. А здесь у нас, получается, самая дальняя точка трассы – это будет стадион «Авангард». Но благодаря инфраструктуре этого стадиона мы имеем возможность там, сейчас рассматриваем возможность установки душевых. То есть во время пробегания по стадиону спортсмены по желанию могут освежиться. Вот, соответственно, там будет музыкальное сопровождение, что бегунам будет эмоциональная поддержка. Ну и, соответственно, нам облегчит разворот участников на обратный круг. Еще один немаловажный аспект трудной марафонской дистанции – питание спортсменов. Здесь у руководителей сибирского международного марафона накоплен громадный опыт. И о восстановлении сил по ходу многочасового забега участники могут не беспокоиться. По ходу прохождения дистанции спортсмен теряет массу воды и калорий. Для того, чтобы помочь марафонцам восполнить потраченные влагу и энергию, на протяжении всей трассы будут установлены пункты питания, где участникам СИМа предложат воду и фрукты. Но и тут без новшеств в нынешнем году не обойдется. В отличие от предыдущих лет, в этом году стаэром на трассе вода будет предложена не в бутылочках, а в стаканчиках. Кроме того, им будут предложены так называемые изотоники. Расскажите, пожалуйста, об этих новшествах. Ну, действительно, в этом году вместо бутылок будет вода разливаться из больших бутылей, пятилитровых, в маленькие стаканчики. Я думаю, неудобств никаких не возникнет у спортсменов, потому что волонтеры специально будут обучены на это дело, поэтому они без проблем всех желающих, всех бегунов обеспечат питьевой водой. Вот, изотоники также будут на каждом пункте питания, то есть это тоже волонтеры будут так же разводить их и давать всем желающим, кто бежит, кому это понадобится. А что такое изотоники? Изотоники, ну, это такая солевая щелочная смесь, которая восстанавливает водно-солевой баланс в организме. Помимо 27 тысяч литров воды, которые ждут бегунов, тем стаерам, кто бросит вызов основной дистанции, на пунктах будут предложены еще апельсины и бананы. Бананы очень обладают такими быстрыми углеводами, то есть в них содержится сахар, глюкоза, которые помогают тоже бегунам получить дополнительную энергию, и плюс к тому же в них есть ряд веществ, которые именно помогают избежать судорог на трассе. То есть это тоже уже проверенный факт, что бананы именно и апельсины, то есть бананы это витамины B6, сахара, а апельсины это витамин С, и вот они в сумме, вкупе дают положительный эффект, чтобы человек быстрее восстановился, и как можно меньше у него было этих болевых ощущений после марафонского такого длинного бега. Поэтому как бы все добегут, все пробегут, и я думаю ни у кого ничего не возникнет, никаких сложностей. Расстояние между пунктами питания на трассе не превысит двух с половиной километров. Дирекция СИМА сделала все, чтобы амичам и гостям нашего города было комфортно на омском празднике бега. На сегодня это все. Новую страницу дневника Сибирского международного марафона перелеснем уже завтра. До встречи в эфире 12 канала. Любите спорт! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...